Доброе утро, дорогие братья и сестры! Вновь вас приветствую на очередном нашем духовном завтраке. И хочу сегодня поразмышлять над одной историей, которая произошла с апостолом Павлом. Мы читали книгу «Деяний» во время поста, эти 21 день, но я решил продолжить и дочитать ее все-таки до конца, по одной главе в день, читаю, размышляю. И вот в 24-25 главах вот эта история описывается про апостола Павла, когда его взяли и отдали его под стражу, и он был под стражей. И вот написано в 24 главе, что через 5 дней пришел первосвященник Анания со старейшинами и с некоторым риттером Терпулом, которые жаловались правителю на Павла. Когда же он был призван, то Терпул начал обвинять его, говоря, что он везде поднимает возмущение, и обвинял апостола Павла. И Феликс, вот этот правитель, он не нашел ничего осуждающего в апостоле Павле и не стал им отдавать его. Но вот написано, что в конце главы, в последнем 27 стихе, «но по прошествии двух лет на место Феликса поступил порцифест, и желая доставить удовольствие иудеям, Феликса оставил Павла в узах». То есть Павел находился в узах, вот в темнице у Феликса, у этого правителя, два года, два года прошло. И вот встает порцифест на его место, поменялся правитель, и Фест, прибыв в область через три дня, отправился из Кесарии в Иерусалим. И тогда первосвященник и знатнейшие из иудеев явились к нему с жалобой на Павла и убеждали его. Интересный момент. Они обвиняли. Апостол Павел ходил, проповедовал, что-то делал. Им это не понравилось. Они его решили осудить, сделать ему какой-то вред. И приходили к Феликсу, к правителю, и обвиняли его, чтобы он осудил его. Но Феликс не стал и посадил его в тюрьму. Апостол Павел сидит в тюрьме, два года сидит в тюрьме. Уже пора забыть про него давно. Нет уже апостола Павла. В темнице он сидит уже два года. Но они все по-прежнему вот этой злобой какой-то дышат, вот этого ждут, вот этого выжидают времени, какой-то возможности, чтобы возобновить свои обвинения. И вот находится такой момент, когда меняется правитель, вот этот порцифест встает, и они к нему опять идут с этой жалобой. Да забыли бы уже про этого апостола Павла, забыли бы уже про этого проповедника. Нет, они выжидают, они дышат злобой вот этой. Знаете, для меня это такой урок, что когда мы получаем какую-то свободу от греха, получаем какую-то благодать Господа, Господь освобождает нас от каких-то терзаний вот этого рабства дьявольского, но дьявол на этом не успокаивается. Да коли будет время, пока мы живы на этой земле, дьявол будет искать вот таких вот порций фестов вот этих, чтобы прийти и снова обвинять, чтобы прийти и снова строить козни в нашей жизни. Драгоценные. Как важно нам иметь вот такую защиту от Господа. И апостол Павел, он потребовал там суда Кесарева, и его так и не отдали иудеям на осуждение, но вот он как-то вот был под защитой вот этих правителей и оставался у них там. Но, вы знаете, для меня это такой пример, что дьявол всегда будет искать время и место, чтобы укусить, чтобы подловить, чтобы обмануть. Но как важно нам иметь вот эту защиту над собой, защиту Божью, покровительство его, не ослабевать духом, но бодрствовать, бодрствовать, потому что он как рыкающий лев, он ходит и бродит и ищет, кого бы поглотить. И всякий раз, если мы где-то ослабеваем, где-то руки опускаем, где-то перестали молиться, где-то перестали читать Слово Божие, где-то перестали общаться с верующими, пропустили собрание, все, это уже сигнал для дьявола, что он снова может прийти с обвинениями в нашу жизнь и начать строить свои козни. Драгоценные. Давайте будем держаться за Господа, держаться за Божье Слово, чтобы не давать место дьяволу в нашей жизни. Потому что, и мы видим, в такое место есть Писание, когда в пустыне Иисус был искушаем. И трижды Иисус одержал победу, говоря, написано, что не хлебом единым, и так далее, и так далее. И написано, и отошел от него сатана до времени. До времени. Дьявол никогда не уйдет из нашей жизни полностью и навсегда, и больше никогда не будет к нам приближаться. Он всегда, наоборот, будет искать возможности приблизиться, искать возможности навредить, искать возможности поработить, подавить и сделать какие-то козни в нашей жизни. Но Писание говорит, бодрствуйте, бодрствуйте, и не давайте место дьявола. Да благословит нас Господь драгоценный, чтобы мы всегда ходили под защитой Божьей, и не было места лукавому дьяволу со своими обвинениями, не было места в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь.